История становления системы образования Зайнского района, так же как и начало земли Зайнской, неразрывно связана со Школьной горой. Это место не всегда носило такое название. Оно появилось чуть позже. Но именно здесь начинается все, что связано с просвещением. Доподлинно неизвестно, но, скорее всего, первоначальные знания начали получать при храмах. В случае с Зайнском это крестовоздвиженская церковь. На местных священников возлагалась обязанность учить грамоте. Учили самым простым предметом – азбуке и четырем арифметическим действием. В 1845 году в Зайнске открылась церковно-приходская школа. Но где именно – вряд ли сейчас узнаешь. Скорее всего, церковно-приходская школа была при церкви крестовоздвиженской. Как раньше это и принято было. Как и до этого полагалось грамоте детей учить приходским священникам, которые их обучали даже у себя на дому. До открытия церковно-приходских школ учить грамоте священники должны были у себя на дому. Такой дом есть и в Зайнске-2, в переулке Карла Маркса. По воспоминаниям старожилов, историки установили место расположения дома священника крестовоздвиженской церкви, который был настоятелем в первой половине XIX века. До того, как открыта была церковно-приходская школа в 1845 году, детей заинских должны были учить священники. Зданий отдельных не было. Им обязывалось, чтобы они детей учили у себя на дому, за что им платили по 50 копеек за каждого ученика. И поэтому можем считать, что вот в таком примерно доме заинские ребятишки получали первые азы грамоты. Новый виток развития просвещения получает в 1868 году, когда в пригороде Зайнск открывается мужское двухклассное училище с двухгодичным сроком обучения. Школьные учители оставили своей целью научить детей русской истории, естествознанию, географию. Особое внимание уделялось изучению закона Божия, русского языка и арифметики. В отчете училища за 1895 год упоминаются и уроки гимнастики, которые преподавал отставной фильтфибель за 36 рублей в год. Чуть позже на карте истории Зайнского просвещения появляется имя Николая Степановича Гущина, который в статусе городского приходского учителя начал учительствовать в пригороде Зайнске в 1871 году, в общей сложности отдав педагогике почти половину века. Очень интересное место, называемое Школьная гора. Вот по правую сторону, как раз вершина этой Школьной горы, а чуть ниже растут сосны, березы. И раньше здесь был довольно-таки хороший парк, который заложил в свое время, в начале 20 века, с участием земства, Гущин Николай Степанович, организатор просвещения в Заинской волости. С середины 80-х годов 19 века становится первым учителем и, соответственно, заведующим второго классного мужского училища с четырехгодичным сроком обучения. Благодаря просветительской деятельности Николая Гущина, желающих учиться, становилось больше. Николай Гущин просил прислать третьего учителя, но в просьбе было отказано. Он писал, благотворное влияние училища очень заметно среди местного населения. Дурные и грубые порывы среди крестьян значительно смягчаются, и вместе с тем растет религиозность. К сожалению, в 1888 году в Заинске было два больших пожара в апреле и в июне. 312 дворов, включая школу, сгорели дотла. И поэтому школу новую уже вновь отстроили в 1894 году. Тоже на этом же месте. С тех пор она уже стояла и дошла до 90-х годов 20-го столетия. До наших дней здание первого мужского училища в Заинске не сохранилось. В 90-х годах прошлого века его окончательно разрушили из-за ветхости. Но оно сохранилось в памяти старожилов и на многочисленных фотографиях. Конечно же, черно-белых, которые дошли до наших дней. Это было просторное здание с каменным полуподвалом. Само здание и его предназначение и значимость хорошо отражены на старых снимках. Учительские конференции, собрания, групповые фото учеников вместе с учителями. Благодаря бережно хранимым семейным архивам Заинцев дошли до наших дней. Авторитет Николая Степановича Гущина был настолько велик, что специально для него был выделен земельный участок под строительство дома на красивейшем месте, открывавшем прекрасный вид. Этот дом, построенный специально для учителя, расположен на улице Красная площадь. Он сохранился до наших дней. В 1911 году был сход граждан, домовладельцев Заинска, как говорят, обладающих правом голоса. Таких было 500 человек. Присутствовали на сходе 297 человек. У нас имеется в музее протокол схода граждан или, как называют его, приговор схода граждан, где решался вопрос о том, чтобы выделить Николаю Степановичу Гущину земельный участок под строительство дома, ну и для небольшого огородика. С учетом его заслуг особых перед Заинцами за организацию народного просвещения. В семье Николая Степановича Гущина воспитывались четверо детей, три дочери и сын. Двое из дочерей пошли по стопам отца и после окончания Менделинской гимназии учительствовали. Были учителями в Заинской начальной школе. Сын Николай Николаевич Гущин был кадровым офицером. После революции 17-го года служил в Белой армии. Судьба его неизвестна. Сегодня в Заинском крыльевическом музее хранятся архивы и личные вещи этой знаменитой Заинской семьи. Потомки семьи передали в дар музея архив, а посуда и столовые приборы выставлены в залах. Умер основоположник Заинского просвещения в 30-х годах прошлого века. Похоронен на Заинском кладбище, но могила Николая Гущина была варварски уничтожена. В начале 20-го века это место называлось Гущин Лук. И у нас даже в музее хранится этюд Сергея Александровича Цыганова, уроженца Заинска, который написал замечательный этюд, так называемый Гущин Лук. С годами уже новое поколение школьников, тем более уже к тому времени, в 70-е годы 20-го столетия, школа перебралась на новое место, на улицу Толстого. И здесь это место почему-то уже стали называть школьной горы. В 1875 году по инициативе местного священника в пригороде Заинск было открыто однокомплектное женское училище с трехгодичным сроком обучения. Так что возможность получить образование появилась и у девочек. Положение об училище было сказано. Сообщать ученицам то религиозное, нравственное и умственное образование, которое должно требовать от каждой женщины, в особенности от будущей матери семейства.